Следственный изолятор Петропавловска распахнул свои двери для подучетных отдела службы пробации в профилактических целях. Здесь сегодня проводят необычную экскурсию. Данная камера подозначена на 6 мест. На 6 мест стол для приема пищи. В течение дня на кровати не садятся, весь день только на стульях путем передвижения. Список того, что здесь можно, делать довольно скромен, как и в целом апартаменты подсудимых. Железные кровати, окна с решетками и алюминиевые предметы быта. После гостям показали следственную комнату. Она от остальных практически ничем не отличается. Интерьер везде идентичный. Сырые камеры за толстыми железными дверями и решетки, сквозь которых едва виднеется свет. Место, где можно взглянуть на него, конечно, сквозь колючую проволоку все же есть. Там осужденные проводят максимум полтора часа в день. Пока находитесь на учете службы пробации, выполняет все установленные судом вам ограничения, требования, соответственно, постановить сюда желательно, чтобы не попасть в места лишения свободы. Завтра, чтобы не оказались, вот еще раз повторюсь, как говорится, небо в клеточку в данном учреждении. Те, кто требования не выполнял, вместо ограничения свободы лишился ее на несколько лет. Таких с начала года 50 человек. Теперь они отбывают свой срок за колючей проволокой. Попасть туда после шоковой терапии опасается Виталий Сахаров. Полчаса экскурсии за высоким забором учреждения вызвали неприятные эмоции, говорит 21-летний парень. Сюда попасть я бы действительно не захотел, так как ощущения о здешнем месте у меня сложились, они очень впечатлительные. Всего лишь один час прогулки на свежем воздухе, когда в жизни это можно гораздо больше провести на улице. Незаконное обращение с наркотиками, мошенничество и кражи. Именно за эти проступки ограничили свободу 11 прибывшим сюда североказахстанцам. Самому молодому, кстати, недавно исполнилось 18 лет. Данные мероприятия проводятся в текущем году не в первый раз и проводятся они в целях осуществления контроля и профилактики, а также недопущения повторных уголовных правонарушений среди подучетных. Всего в области без изоляции от общества свой срок отбывают свыше 1200 человек.